Приветствую всех постоянных зрителей, а также случайных гостей моего YouTube канала про установление. Сегодня в выпуске поговорим о довольно-таки редком тракторе МТЗ-50Х, который никто не видел. Как известно, тракторная промышленность была одной из самых основных в Советском Союзе. Эти машины были одним из самых востребованных в те годы. Их участие требовалось везде. В стройках, народном хозяйстве, сельском хозяйстве, прокладке дорог и многое другое. Поэтому по отношению к сегодняшнему дню их моделей было достаточно много и их постоянно модернизировали. Один из основных тракторов был Белорус МТЗ-50, выпускавшийся тогда на тракторном заводе в городе Минск. Первые экземпляры этой модели стали сходить с конвейера еще в 1957 году. И трактор быстро получил популярность среди пользователей и стал расходиться по всему Советскому Союзу. Но мало кто знает, что была модернизация этого трактора, которого называли МТЗ-50Х. МТЗ-50Х прошел все эксплуатационные испытания в 1963 году и к массовому выпуску его подготовили только лишь в 1969 году. Этот трактор был предназначен для работы хлопководческой деятельности, то есть для уборки хлопчатника. Особенностью этого трактора было его переднее колесо. Оно было либо сдвоенным, либо одинарным, но маленьким. Еще одним отличием был высокий клиренс трактора. Подвергся изменениям и узел конечных передач, которые были добавлены в редукторы. Трактор МТЗ-50Х выпускался 8 лет и завершилось оно в 1977 году. Про этот редкий трактор не очень много информации, но модель достойна, чтобы осветить ее для большой аудитории. Это лишь одна из тех машин, о которой мало кто знает. А сколько еще было удивительной техники, разработан еще в советское время. Если у вас есть какая-то информация про данный трактор, можете написать в комментариях под этим видео. Всем будет очень интересно. А на этом все. Лайк, подписка, колокольчик. До скорых встреч.